Летняя дачная жизнь сама по себе приносит удовольствие, а когда в нее стремительно врывается праздник, это радость вдвойне. В конце июля на Загорянке отметили День дачника. Инициатором и организатором по традиции выступило правление кооператива Северный поселок. В этом году праздник посвящался не только дачным традициям, но и 110-летию поселка Загорянский, которое будет отмечаться чуть позже. Любишь кататься, люби и в очереди стоять. Вот это все желающий прокатиться верхом на лошади. В благодарность животных можно угостить морковкой. А вот еще герои праздника – Том Сойер и Тимуровцы. И это неспроста. Подобно тому, как персонаж Марка Твена усердно красил заборы, несколько лет назад в Самаре зародился фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест». Только его участники не заборы красят, а восстанавливают фасады исторических зданий. Председатель правления Северного поселка Дмитрий Шварценберг дал старт фестивалю в Загорянке. Этот фестиваль путешествует по всей нашей стране. В этом году в нем принимает участие 70 территорий. И Загорянка в том числе. А общественность Загорянки решила в этом году принять участие в этом фестивале. И за счет своего труда, за счет добровольцев, волонтеров восстановить фасады четырех зданий в Загорянке, четырех исторических зданий. Обновлять будут здания правления ТСН «Северный поселок», расположенные рядом музей тенниса, дом архитектора Мержанова на улице Тургенева и одну из старых дач. У Тимура и его команды задача тоже связанная с восстановлением исторической памяти. Загорянские тимуровцы взяли шефство над домами семи героев Советского Союза, проживавших в дачном поселке. И это лишь небольшая часть инициатив жителей Северного поселка. Такое активное участие в общественной жизни ценят власти, что и отметили почетными грамотами. Северный поселок празднует народный праздник, День дачника. И очень приятно, что сегодня собралось столько здесь народу. Это всегда приятно, когда люди сами проводят такие мероприятия. Тем более на эти мероприятия приглашаются дети, участвуют дети, потому что это очень правильно. Детей на дне дачника собралось едва ли не больше, чем взрослых. На месте ему сидеть непросто, поэтому для юных загорянцев устроили отдельную программу с подвижными играми в Березовой роще. Это местная зона отдыха и развлечений. В эстафете по преодолению полосы препятствий приняли участие более 50 мальчишек и девчонок разных возрастов. На первый и второй рассчитайся. Так и получились две команды. Первые и вторые. Настоящим украшением Дня дачника в Северном поселке стал конкурс дефиле дачных ретро-костюмов. Дефиле для дачников. И вот вы сейчас сами увидите, как много дачников, загорянцев, просто интересных, крутых людей разного возраста сегодня поучаствуют в этой программе. Мы любим такие тусовочки на нашем ДНТ, поэтому мы всегда принимаем очень активное участие. И на сей раз мы решили сделать сюрприз. Одели костюмы цыганок. Спляшем вам цыганочку. Приступим, танцуем. И споем. Порядка сорока участников вышли на подиум конкурса дачного костюма. Каждый подошел с любовью и фантазией. И каждый зритель пропустил представленные образы через себя. Ведь все они и участники, и зрители – загорянские дачники. Им всем близки эти атрибуты дачной жизни. Шляпки, лейки, корзинки, букетики садовых цветов. И даже, мужчины не дадут соврать, вот такие авоськи. Отметили и чисто загорянскую традицию – игру в теннис на местных кортах. И то, как репортеры столичных газет приезжали в загорянку снимать репортажи о счастливой дачной жизни. И как девчонки-студентки наряжались на танцы. Ольга. На Ольге изысканный летний наряд, пасты на розовом свете. Дополненный широкополучный. Вдохновившись образом главной героини, махеревица, дама с собачкой, она все-таки вышла на прогулку. Жюри было очень непросто. И судьям, и зрителям понравились абсолютно все образы. Но победителей все-таки определили. Ими стали задорная загорянская дачница-птичница Анна, ловкий спортсмен в майке и трениках под счастливым конкурсным номером 13, самая юная участница дефиле и обаятельный мальчишка Том Сойер. Завершился день дачника, разумеется, танцами. Ирина Микена, Щелковское телевидение.